Вот, ну а мы сегодня начнем следующую тему, это сегодня мы с вами поговорим о буклетах, как их делать, почему буклеты. Буклеты, 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 откроем и немножко поговорим о буклетах. Прежде всего, что такое буклет? Буклет – это сложенный лист формата А4 в три раза, и, соответственно, это лист, который содержит у нас информацию, либо это информация о компании, либо об услугах, либо о товаре. Ну и еще буклеты могут выпускаться о каком-то мероприятии. И несмотря на то, что цифровые технологии развиваются, очень много рекламы идет через интернет, все-таки буклет продолжает оставаться самым эффективным каналом для продаж. И поэтому они актуальны всегда и раньше были актуальны, сейчас актуальны, в будущем еще очень долго будут актуальны, потому что до тех пор, пока будет бумага, до тех пор, пока будут печатные станки, буклеты не уйдут никуда, потому что они передаются из рук в руки, вот, и, соответственно, человек может пользоваться им на протяжении долгого времени. И поэтому для того, чтобы грамотно сделать буклет, нужно ответить на несколько вопросов. Первое. Сколько будет информации на буклете? Потому что если мы слишком много поместим информации, никто такой буклет читать не будет. То есть, если много текста, вот как, например, вот здесь, вот такие мелкие тексты, большие, никто в буклете читать не будет, это точно. Это пустая трата времени, и такой буклет, он никому не нужен. Вот такой буклет никому не нужен, никто не будет его читать. Буклет должен быть ярким, понятным, в нем должна быть актуальная какая-то доступная информация, которая визуально быстро считывается и достаточно быстро понимается. Вот. А вот такие вот буклеты, конечно, они, может быть, они годятся для какой-то выставки, да, там, где хотят рассказать о компании. Ну, вот такие буклеты, это неудачные буклеты. Неудачные буклеты. Буклет должен быть простым, понятным, легко считываемым, и на нем должно быть минимум информации, то есть, контактные какие-то информации, ну, вот, что за мероприятие, или что за компания, или какая услуга здесь предоставляется. То есть, вот здесь, конечно, это очень важно. Дальше, следующий момент. Какая это будет информация? То есть, информация бывает разнонаправленной. То есть, если это информация об услуге, это один тип и, скажем так, объем, когда нужно рассказать о том или ином предоставлении услуги и визуализация, соответственно, этой услуги. Если это мероприятие, то там нужно показать, что за мероприятие, кто будет на этом мероприятии, почему надо идти на это мероприятие. То есть, информация уже другого характера совершенно. И, соответственно, если вы делаете буклет, например, для какого-то частного детского сада, да, это тоже другого типа, абсолютно другого типа будет информация. То есть, нужно, первое, определиться, сколько будет информации. И, второе, обязательно нужно определяться, какая это будет информация. После того, как мы с вами определились, какая это будет информация, то есть несколько правил по работе над буклетом. Первое правило – это мы анализируем целевую аудиторию, на кого будет рассчитан буклет. Если мы делаем для конкретно какой-то выставки, да, например, выставка врачей, да, например, то, соответственно, мы и тематику выбираем ту, которая интересна врачам, да, и освещаем именно дизайн, берем тот, который будет так или иначе связан с медициной. Стиль будет, соответственно, и все остальное. Если мы делаем, например, для какого-то детского мероприятия, например, если там, допустим, город проводит рисунок на асфальте, да, какой-то, и, соответственно, выпускает буклет для того, чтобы можно было пригласить маму, папу, детей для участия в этом мероприятии, то, соответственно, детская тематика и совершенно другая будет подача, потому что, если вы на это мероприятие будете освещать так же, как, например, для банков, да, для бизнеса буклета, вот, то никаких детей, конечно, мы там не увидим, и детям будет неинтересен такой буклет. Поэтому мы обязательно должны понимать целевую аудиторию, и, соответственно, в этом стиле для этой целевой аудитории, и понятным этой целевой аудитории языком, визуальным языком подготовить наш буклет, чтобы он нам был, отвечал этой целевой аудитории. Например, если мы рассчитываем на женскую аудиторию, да, это один стиль, если мы делаем на мужскую аудиторию, да, например, то, соответственно, это будет абсолютно другой стиль. И так же самое, если мы делаем для бизнеса, это деловой стиль, то есть более сдержанные, более сдержанные какие-то и тона, и более шрифты, и все это, соответственно. А если мы делаем, например, для путешествий, то здесь мы можем позволить себе уже немножко другую историю. Так же самое, если мы делаем для семьи, семейные какие-то моменты, мы то же самое и цвета, и психологию цвета мы учитываем, и все-все-все подчиняем именно этой истории. То есть мы после того, как проанализировали целевую аудиторию, мы можем уже начинать определяться с цветовой гаммой, потому что мы и уже знаем про психологию цвета, как работает психология цвета, и стиль мы тоже определяем. Либо это сдержанный какой-то у нас стиль, либо это у нас яркий и безудержный какой-то стиль. Так же само смотрим. И если это у нас какое-то детское направление, то, соответственно, у нас немножко все меняется. Следующее правило – это мы должны сформулировать основную мысль и ее тональность. То есть мы должны быстро, просто, читабельно донести до нашего потребителя, который у нас будет либо потреблять услугу, либо предметы будет потреблять, либо будет потреблять мероприятия, посещать. Мы должны донести вот эту мысль достаточно лаконично, понятно и читабельно. Потому что если мы выберем нечитабельные шрифты, то непонятно будет, что здесь, о чем это. И на этом этапе мы должны себя обязательно спросить, что должна сделать наша аудитория после прочтения. То есть если это мы рекламируем товар, то, наверное, купить этот товар, да? Если это услуга, то значит заказать эту услугу. Если это мероприятие, значит мы должны посетить это мероприятие. И тогда, соответственно, у нас мы можем тут помочь. То есть если он должен купить услугу или товар, то он может воспользоваться нашим буклетом, как скидочным купоном. Может использовать его как купон. А если это приглашение на мероприятие, то он может быть и пригласительным билетом, то есть как бы входным билетом для этого мероприятия. Чтобы повысить ценность нашего буклета, то, соответственно, мы можем это все использовать. Но опять же это все решает. Не все, конечно, но большую часть принимает решение заказчик. И вы должны с ним согласовать эти моменты, потому что от этого будет зависеть и ваш дизайн. Когда мы ответили на все эти поставленные вопросы, мы можем сформулировать уже послание, которое будет понятно для нашей целевой аудитории. Если это банк, то, соответственно, это какие-то финансовые призывы, понятные клиенту, например, если мы рекламируем какую-то ипотеку или какую-то банковскую услугу, кредит или еще что-то, то, соответственно, мы используем деловой слог, который будет приемлем для этого. Если мы для какого-то промышленного предприятия делаем буклет, здесь тоже самое будет какой-то деловой стиль. А если мы делаем для путешествия, например, куда-нибудь в Африку или куда-нибудь в Таиланд, то, соответственно, мы должны слог такой, который будет настраивать человека на отдых, манить его в это путешествие, манить его на этот отдых и, соответственно, купить эту путевку и поездку. Если мы берем какую-то детскую тематику, то это должно быть что-то понятное детям, слегка озорное и, соответственно, стиль тот, который будет приятен детям, понятен детям. Он не должен быть примитивным, потому что дети – это маленькие взрослые, и они чувствуют, когда к ним относятся несерьезно, но, тем не менее, оно должно быть им интересно и оно должно быть им понятно, и стиль должен быть соответствующим. Если вы для детей сделаете вот такой блокнот, то они точно его смотреть не будут, это однозначно. Поэтому обязательно на это мы обращаем внимание. Третье правило. Мы не злоупотребляем описание. То есть немножко, немножко, да, это осилит наш читатель. Но когда мы всю страницу изложим в описании, никто читать не будет. И такие буклеты, конечно, они не будут работать абсолютно. Вот. Это пустая будет трата денег заказчика. Буклет должен быть красочным, понятным. На него глянул и понял, что вот она, жилой комплекс, и это ваше счастье. Здесь есть логотипчик компании, здесь есть слоган понятный, который говорит о том, что жилой комплекс, это и есть ваше счастье, это и есть ваша мечта. Вот. И, соответственно, ясно и понятно, крупными буквами здесь читабельно написано, вот, что вы получаете в результате этого. Вот. Здесь есть, конечно, какой-то текст, который никто читать не будет, который обязаны вы написать, если это банк, да, вот, но он должен занимать какое-то вот такое место, что он здесь вроде бы как есть, но это не главное, а вот то, что главное, он всегда прочитает. И вот здесь трейд-ин, меняем вашу квартиру на нашу, то же самое, достаточно крупно, показан детская площадка с домом, показано все это место, и очень хороший буклет, качественный, понятный. Здесь яркие дети в центре, спокойно, зеленое окружение настроено на семью, да, как мы с вами говорили, и голубое небо, которое то же самое, вызывает доверие, яркий логотип с красными, желтыми акцентами, яркими, которые вместе с домом завязываются по цвету этого вот пятна. И, конечно же, мы вместо писанины всегда должны в буклете понимать, что основное все-таки делается упор на визуальную составляющую. Вот, то есть мы должны понимать, что в основном на зрителя будет действовать визуальный ряд, и шрифт должен быть читабельный, поэтому шрифт мы здесь используем как элемент дизайна, и только как информационная составляющая, но шрифт – это пятно, пятно, которое занимает свое собственное место и по цвету, и по динамике, и по начертанию. То есть мы должны понимать, какое пятно шрифта будет снимать, большое место, вот, какого цвета это пятно будет, как оно будет читаться, насколько оно будет контрастным. Вот это все очень-очень-очень важно. И хороший буклет отличает именно не навороченный шрифт, который невозможно вот прочитать. Вот видите, тут развитие рекламы технологии, качество имиджа, ну, тут все намешано, что и читать даже не хочется. И совсем другое, когда мы видим четкое понимание, четко читабельное, шрифт создает дизайн, пятно создает, то есть это уже не просто текст, это уже часть дизайна этого буклета. Он простой, но он работающий, он продающий, и он будет выполнять ту функцию, для которой он сделан. Вот, поэтому, когда вы начнете на работу над своим собственным проектом, вот, этот проект у вас будет тоже достаточно, будем до конца его с вами делать, вот, будем разбирать, и шрифты будем разбирать, и цвет будем разбирать, и композицию будем разбирать, все, 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 все мы с вами будем здесь работать и разбирать. То есть мы говорим о чем? О том, что мы выбираем краткие, понятные заголовки, не нужны длинные тексты, нужны краткие, читающие, броские заголовки, революционная процедура, да, ясно и понятно, призывно, make nails, вот, не знаю, это название фирмы, или это название услуги, но тем не менее, здесь вот, очень хорошо, все подобрано по цвету, нежно, на белом фоне, очень хорошо, то есть чистенько, красиво, все связано с макияжем, с ногтями, понятно, что это какая-то работа, ручная с ногтями, поэтому, ну, здесь мы с вами должны четко понимать, что нас интересует умение делать красивые броские заголовки, не обязательно они должны быть яркими, какими-то там красными, желтыми, синими, зелеными, они могут быть и черными, но, когда они грамотно выстроены в пятно, в пятно, они не тонкие, они не толстые, вот, они читабельные, они легко смотрятся для глаза, они легко читаются, то есть мы не напрягаемся, обратите внимание, что на хороших буклетах, на хороших буклетах, нету засечек, хотя это печатная продукция, здесь как раз можно использовать шрифты с засечками, но грамотные дизайнеры, вы нигде не увидите никаких шрифтов с засечками, потому что они слегка, ну, для, для, для текста, вот, вот, для такого они догодятся, когда вот тут мелко, и то никто их не использует, видите, все берут рубленные шрифты, все берут шрифты без засечек, Владимир, извините, здравствуйте, это Кропинова, я подключилась, наконец-то, хорошо, я отмечу вас, работу я вам скинула в чат, посмотрите, пожалуйста, я волосы переделала, я их 4 часа старалась, делала, хорошо, попозже немножко посмотрим, сейчас у нас, тема урока мы разберем, а потом посмотрим, хорошо, то есть, наша задача, именно, чтобы текст, воздействовал на зрителя, не таким образом, чтобы зритель, вот, садился, и искал, там, и вычитывал, и читал, а шрифт должен воздействовать, таким образом, чтобы зритель, меньше думал, и больше действовал, то есть, призывы должны быть понятные, лаконичные, и эти призывы должны, привлекать нашего клиента, и должны быть ему понятны, противодействие, идеологии, экстремизма и терроризма, просто понятно, здесь будет какой-то, это где, куда обратиться, в случае, выявления экстремизма и терроризма, ну, тоже, как бы, мероприятие, вот, куда обращаться, 112, все, пожалуйста, звоните, все просто, понятно, вот, здесь, все это, телефончики, расшифровка, что это, кто это, куда это обращаться, вот, и круглосуточно, бесплатно, просто и понятно, читабельно, ничего лишнего, абсолютно нету, и поэтому мы говорим о том, что заголовки, сленги, всякие призывы, они должны быть понятны, вот, видите, тонкий шрифт, такой витиеватый, все, он уже не читается, он уже плохо виден, и его не прочитать, если мы здесь легко читаем, даже в мутное, пока он загружается, да, но все равно мы его легко читаем, и здесь, когда он витиеватый, нам уже сложно разобрать, нам надо вчитываться, нам надо смотреть, нам надо выглядываться, чтобы понять, что здесь написано, хороший музейный городок, все ясно и понятно, город, музей, вот, и, соответственно, это все, вот, следующее правило, которое необходимо, которым необходимо пользоваться, когда вы будете работать над буклетом, это использование качественных изображений, то есть, если мы будем выбирать какие-то мелкие изображения, которые плохо, плохо, плохо можно разглядеть, пестрые, вот, это будет не очень хорошо, а если вы берете качественные изображения, которые хорошо видно, то тогда ваш буклет будет смотреться очень хорошо, выразительно и замечательно, поэтому здесь мало того, что изображение должно быть качественным, четким, большого разрешения, но и иллюстрация должна отражать главную мысль текста, если вы берете фотографию какую-то, то есть, если вы берете растровую картинку для своего буклета, то картинка должна быть очень большого разрешения, то есть, это где-то, если у нас формат А4, то есть, 300 ДПИ должно быть, то разрешение не 72, как для интернета, а 300 ДПИ должно быть на дюйм точек, и, соответственно, сама картинка должна быть достаточно большой, то есть, где-то 2,5, как минимум, а то и 3-4 тысячи пикселей, вот, то есть, это вот такое, как бы, правило, иллюстрация обязательно должна отражать смысл текста, смысл текста, поэтому здесь нужно обязательно понимать, что картинка, смысловая визуализация должна отражать то, о чем есть написано, мы вот не знаем этого языка, но мы очень хорошо понимаем, что походу это ошейники для собак, вот, то есть, из рисунки мы уже понимаем, о чем здесь все нам рассказывают, вот, наверное, пачки, в которых эти ремешки, то есть, рисунок должен отражать главную мысль текста, не обязательно он должен быть фотографией, он может быть нарисованный, он может быть векторным, вот, вот, пожалуйста, вам молодые избиратели и буклетик, поддержку, там уже открываешь и смотришь, как правильно молодым проголосовать таким образом, чтобы выбрать того, кого вы хотите выбрать, вот, ну и, соответственно, пятое правило у нас, мы стараемся сформулировать призыв к действию, то есть, если это кафе, то мы призываем его посетить, да, если это какое-то блюдо, мы призываем его попробовать, если это услуга, да, мы призываем воспользоваться этой услугой, если это товар, который нужно продать, мы призываем купить его, вот, а если это мероприятие, то мы призываем его посетить, то есть, это вот пятое правило, которое должно соответствовать ваш буклет, то есть, что должно быть купить, заказать или участвовать в мероприятии или в акции. Шестое правило, на которое нам нужно обратить внимание, это мы не забываем о фирменном стиле, то есть, если мы делаем для какой-то организации, для какого-то предприятия, у него есть фирменный стиль, у него есть фирменные шрифты, у него есть какие-то логотипы, у него есть фирменные цвета, и поэтому мы в своей работе уже берем эти фирменные цвета и превращаем наш буклет уже в стильную рекламную акцию, которая будет выдержана в стиле этой компании, то есть, фирменные шрифты должны использоваться, фирменные цвета, и тогда у вас будет все хорошо, вот, поэтому здесь обязательно об этом мы не забываем, то есть, цвет, шрифт и логотип должны быть фирменные, а не то, что вы там себе напридумывали и захотели, вот, очень часто вот я уже не первая группа у нас делаем, это все и очень часто я вижу, как студенты почему-то тяготеют к шрифтам с засечками, хотя, когда мы смотрим на печатную продукцию серьезных дизайнеров, серьезных фирм, мы нигде не видим этого, мы везде видим читабельные шрифты, хорошо видимые, хорошо читаемые даже, здесь вот мы нигде не увидим шрифтов с засечками, и тем не менее, все равно почему-то студенты стараются его туда везде впихнуть, хотя смотришь, он тонкий, он читабельный, он пропадает, он не дает такого вау-эффекта, когда вот сейчас взял, пошел, купил, вот, нигде нету, не найдете вы в профессионально сделанные буклеты, нигде вы не найдете шрифтов с засечками, вот, исключение только тогда, когда это фирменный стиль, то есть, если у них вот фирменные какие-то тонкие буквы, то тогда, да, вы используете эти фирменные шрифты, да, вот, тогда, да, тогда есть смысл выбрать эти шрифты и их использовать в своей работе, а так, конечно, нужно смотреть, чтобы вы глянули на буклетик и легко его прочитали и поняли, что там в нем написано, вот, вот, видите, даже детские какие-то правильное питание ребенка, но правильное питание ребенка, это прежде всего рассчитано даже не на ребенка, это памятка для взрослых, и вот этот вот детский стиль, он здесь уместен, почему? Потому что, ну, дело здесь о детях, и он как бы совмещенный, то есть, он не такой яркий, он спокойный, акварельные тона, вот, выдержанные, вроде здесь какая-то такая мультяшность присутствует в иллюстрации нарисованной, но тем не менее все остальное, вот, и логотипчик деловой, и здесь все написано достаточно понятно, читабельно, и по пятну, по пятну очень грамотно, пятно организовано здесь для шрифта, то есть шрифт все равно это элемент дизайна, вот, поэтому смотрите, смотрите здесь, чтобы у вас все сделать так, чтобы ваши буклеты не потерялись, не потерялись, были читабельными, вот, и выполняли ту функцию, на которую вы их нацеливаете. Правило седьмое у нас, это нужно придерживаться минимализма. Чем навороченней будет ваш буклет, тем меньше вероятности, что он выполнит свои функции, потому что, ну, не будет никто читать вот это вот все, то, что здесь, вот, посмотрите, буклет, вроде черно-белый, вроде вот здесь-то, вот оно все, но это все пестрое, это все, вот, рябое, шрифт вытянутый, сжатый, он не читается, он смотрится строчкой белыми, здесь мелко все, ну, здесь прайс-лист, понятно, что-то продают, это еще ладно, это можно, вот, но сам буклет навороченный, вроде бы, все, тут много всего, а он не выполнит свою задачу, быстрее свою задачу выполнит вот такой буклет, где все понятно, здесь все красиво, это разворот, он развернулся, все равно, в любом случае, то есть, здесь дизайнер не мельчит, он объединяет три плоскости в одну, на этой плоскости здесь одно, на этой второй, третьей, все это единая композиция, вот, об этом надо думать, о единой композиции, и чем больше вы здесь вот так всего напишите, тем меньше вероятности, что это сработает, но здесь опять же, здесь опять же, если мы говорим о банковской ипотечной кредиты, то понятно, мы здесь объясняем, тут, кстати, достаточно читабельно и не очень много, такой текст еще осилится, тем более, он написан достаточно понятно, и здесь основные слоганы, что это такое, основные условия и процедура получения, да, вот, то есть все понятно, все ясно, и даже вот тут на развороте мы легко читаем, что здесь написано, вот, поэтому, вот, об этом вы думаете и всегда себе должны понимать, что если вы хотите сделать что-то, ну, прям супер, 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 что-то навороченное, не факт, что это для буклета, вот, для какого-то, может быть, плаката, может быть, да, и то, где вот такой плакат увидел человек и захотел куда-то сходить, а буклет, буклет, он все-таки подержит в руках, он его полистает, он его почитает, и здесь, конечно, можно написать, можно написать, но, чтобы это было все по делу, немного понятно, и вот здесь, вот, уральский калейдоскоп, открою Урал, ну, в принципе, неплохо здесь, все, и картинка здесь, дизайн, единственное, вот это вот отражение, конечно, оно чуть-чуть здесь мешает, создает вот эту дробность, создает, все-таки, немножко так раздражает, вот, то есть, читабельность из-за этого падает, вот, уральский калейдоскоп сделан идеально, здесь читабельность супер, вот, а еще раз мы повторяем, одно из правил нашего буклета, это читабельность, поэтому, когда мы смотрим на буклета, то не факт, что они все сделаны профессионально и грамотно, потому что есть разные дизайнеры, есть разные художники, очень много руководителей, которые сейчас очень много всяких, фильмы, там, прочие всякие, там, канва, в которых можно надергать картинок, надергать шрифтов, надергать разноцветных, написать название в заголовках, и вот, получили его буклет, вот, но это не значит, что это грамотно, профессионально построенное изделие, вот, поэтому, когда вы беретесь как дизайнер за работу, вы должны вот эти все моменты учитывать в своей работе и использовать грамотно, и сделать идеальную работу, вот, которая покажет, продемонстрирует вас как специалистов, в которую вы уже потом сможете демонстрировать в своем портфолио, на которое будет смотреться там достаточно эффектно. Поэтому, когда вы делаете буклет, еще раз, вы должны понимать, на кого вы ориентированы, на какого, молодой ли это человек, да, который будет путешествовать в автомобиле, или это пожилой человек, или это мужчина, или это женщина, или это ребенок, или это врач, или это столер, или это собаковод, то есть, это разные люди, вот, у ветеринара один образ жизни, потому что он работает с животными, у врача другой образ жизни, он лечит людей, а у сантехника другой, вот, он лечит водопроводы, канализации, тоже у него свой образ жизни, поэтому мы обязательно должны учитывать ту аудиторию, на которую рассчитан буклет. Конечно, есть какие-то мероприятия социального характера, такие как выборы, да, например, когда нужно пригласить разных людей, и тогда мы ищем какую-то социальную историю, которая будет понятна для любой категории населения, да, но если еще раз повторяю, мы рекламируем дамскую сумочку, то, конечно, мы не будем ее делать ориентированной на мужскую аудиторию, а если мы рекламируем какие-то, допустим, там, запчасти для автомобиля, или там для рыбалки, или охоты, да, конечно, больше это ориентировано уже на мужскую аудиторию, там, где это интересно людям особенного склада, потому что есть люди, которые любят играть в шахматы, и сидеть в библиотеке, это одна категория людей, а есть категория людей, которым надо полазить по тайге, пострелять в уток или в лосей, и это другая категория людей, на которых тоже надо ориентироваться, поэтому мы должны четко понимать аудиторию, на которой мы работаем, соответственно, изучить эту аудиторию, изучить интересы этой аудитории, изучить, как на эту аудиторию тот или иной цвет воздействует, и только после этого мы садимся и начинаем делать дизайн. Ну и вот теперь, когда мы разобрали, как нужно относиться к дизайну буклета, мы можем и как раз перейти к его составлению. Что мы должны с вами на что обратить внимание перед тем, как мы начнем работу? Давайте, поскольку, поскольку мы делаем это для печати, то, соответственно, мы должны понимать, как должен быть оформлен наш документ, чтобы он был взят в работу, и его не завернули вам печатники, чтобы его взяли в работу, чтобы его напечатали. Так, давайте мы откроем иллюстратор. И чуть-чуть поговорим. Отметьте меня, пожалуйста. Да, сейчас. Я закрою, похоже. Отметьте еще Ульянову. Кто? Ульянова. Тоже пришло. Хорошо. Открываем иллюстратор. И здесь нам нужно определиться формат, который мы будем использовать. Мы будем формат А4. Давайте новый файл возьмем. У нас здесь есть сразу наработки. Вот здесь у нас есть печать. Давайте выберем для печати. И вот здесь у нас есть форматы. И вот формат, который нас интересует, это А4 как раз. Этот формат. 210 на 297. Здесь у нас сразу, поскольку мы берем для печати, то, соответственно... А у нас нет такого для печати. Вот мы делаем новый. У нас новый и все. И размер, как обычно. Вот мы задавали тысячи на тысячи. Ну, откройте, посмотрим, что у нас. Да нет, все есть. Печать все так же. У меня не такой Teams, наверное. Ну, откройте. А вы закройте все сейчас. По новой откройте иллюстратор. У меня вот так откроется. А у вас сразу открывается. Ну, тогда новые шаблоны. Вот. А, у вас шаблоны, шаблоны. Ну, тогда, тогда, тогда откройте файл. Редактирование откройте. Ну-ка, установки вот внизу. А на домик, когда нажимаешь, там что? Ну, может быть, на домик, да. Скорее всего, там. Да, вот здесь. Тут не нужно ничего. Сейчас оно загрузится. Оно еще не загрузилось. Ну, значит, недоделанное. Ну, ничего страшного. Только где вы будете настраивать? Ну, будете прям в самом документе настраивать. Ничего страшного. Вот. Просто новый тогда берите и все. Вот. Вот здесь у вас профиль. Откройте профиль. Часть. Часть. Вот. Вот начинается ширина. Выбирайте. Ориентация вертикальная. Ну, нет. Наоборот, горизонтальная. Вот. Оставляем. Ну, теперь дальше все, как все. Сейчас я включу экран. Спасибо. Итак, выбрали мы формат А4. Смотрим. Ширина у нас здесь стоит вертикальная. Меняем на горизонтальную. Потому что мы буклет будем складывать на три части. И, соответственно, ширина у нас должна 297 миллиметров быть. Высота 210 миллиметров. Вот. Монтажной области мы выбираем две. Почему? Потому что нам нужно, чтобы у нас была одна сторона у буклета есть. И вторая сторона есть у буклета. То есть нам надо, чтобы эти монтажные области были настроены одинаково. Вот. Потому что, еще раз повторяю, будет печататься на одной стороне будет одна печать, на второй стороне будет другая. Поэтому монтажные области должны соответствовать. Дальше следующее идет. Зона подобрез. Зона подобрез вот здесь вот для печати всегда выставляется по 2 миллиметра. Это снаружи. Это то, что будет обрезаться на станке. Поэтому мы 2 миллиметра. Поэтому мы 2 миллиметра оставляем подобрез сверху, снизу и слева и по правому краю. То есть везде вот здесь пишем 2 миллиметра. Это зона подобрез. Это обязательно всегда делается, когда вы готовите в печать любое произведение. То есть иллюстрации или это книги к журналу. Либо это вы делаете, например, визитную карточку. Вы делаете обязательно зону подобрез. Дальше у нас еще будет зона безопасности. Но это мы позже настроим. Следующий момент, который обязательно вы здесь ставите, это цвета SMIC. То есть раньше мы с вами выбирали RGB. Это то, что касается для экранов компьютеров, для красок. Краски очень плохо. RGB понимают. И поэтому будут цвета абсолютно другие. И чтобы цвета соответствовали той картинке, которую вы сделаете, вы выбираете цветовой режим SMIC. Это обязательно. И разрешение высокое. Вы выбираете 300 ДПЕ. Если вы делаете печать баннера, то есть огромный 3 на 6 метров, ну или хотя бы полтора метра. Здесь у нас, видите, небольшое изделие 30 на 20 сантиметров. То здесь мы выбираем 300 разрешения. А если вы делаете большое, метровое, двухметровое, трехметровое, то там вы можете 150 брать. То есть вот здесь, если мы раскроем, у нас здесь есть разрешение. 72 экранные – это для компьютеров, для интернета. Средние 150 – это для больших плакатов, баннеров уличных. Там можно 150 брать. А все, что касается для книжек, журналов, визиток, буклетов – это все 300. Поэтому мы с вами выбираем 300. Все остальное, режим просмотра и прочее, все оставляем по умолчанию и нажимаем «Создать». Можете где-то себе это все пометить. И вот мы с вами видим, что у нас создалась одна монтажная область, и красным у нас линии выбраны по Добресу. Дальше. Наша с вами задача сейчас – сделать квадрат по размеру вот этих красных линий и заблокировать. Давайте назовем этот слой «Фон». выберем белый цвет, уберем у него обводку, выберем прямоугольник и сделаем по размеру вот этой красной области. один прямоугольник и второй прямоугольник. обязательно смотрите, чтобы вы попали в эти красные прямоугольники. и все. Теперь, когда мы их создали, мы закрываем на замок. Еще не все. Еще не все. Еще нам нужно создать зону безопасности. и смотрите, если у нас, если у нас четкий есть размер, размер, давайте прямоугольник выделим. Вот у нас есть 301 миллиметр на 214, да? То есть, 2 миллиметра мы добавили, добавили, и нам надо зону безопасности еще сделать. Ну, то есть, поля такие. Это тоже обязательно делается, когда вы делаете для печати. Без этого у вас в печати не примут, либо они сами потом будут это дорабатывать. Вот. И, соответственно, нам надо сделать прямоугольник, который будет на 4 миллиметра меньше с этой стороны. То есть, 301 минус 4, это будет 297, да? 297 будет ширина. И высота у нас 214 минус 4, 210. То есть, нам надо создать прямоугольник. Давайте создадим прямоугольник. Один раз щелкнем в пустом месте, ну, или даже здесь. У нас появится меню, в котором мы можем настроить прямоугольник. Так, у нас вот выделен прямоугольник. Сейчас у него изменится размер, поэтому нам надо нам надо взять, снять выделение с этого прямоугольника, снова выбрать прямоугольник и щелкнуть в пустом месте. Потому что, если мы тут щелкнем, выделится этот прямоугольник наверняка. И вот ширина, напишем, 297 миллиметров. А высота? Высота 210. Это будет зона безопасности. Окей. Вот у нас появился такой прямоугольник. и теперь мы можем мы можем его, выделив с первым прямоугольником, выделить их два и отцентровать. Так, и так. Так, что-то. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Надо выбрать по монтажной области. По монтажной области. И тогда мы центруем. Все, и мы видим, что у нас на 2 миллиметра он у нас на 4 миллиметра меньше. Так, почему на 2? О, нет, неправильно мы сделали. Мы неправильно сделали. Извиняюсь. Смотрю, что он у нас размер его будет низ. не 297 на 210. Это у нас размер нашего листа. Нам надо еще на 4 уменьшить. То есть у нас с одной стороны 2 и с другой 2. 4. Мы на 4 сделали меньше. То есть мы как лист сделали. Нам надо еще на 4 сантиметра убавить, чтобы у нас безопасная зона была 2 миллиметра вовнутрь. Так называемые поля. Для чего они делаются? Потому что печатная машинка не может печатать хорошо край. Она печатает по полям, а потом обрезается уже вот это вот лишнее все на бумаге. Итак, 297 минус 4 это будет 293. 293. А 210 минус 4 это будет 206. Значит, мы изменяем здесь 293 ширина, а здесь 206. на 4 меньше. Вот так. Enter. Вот. Вот теперь он стал меньше, только его нужно снова отцентровать. Мы выделяем их вместе. и выбираем выровнять по монтажной области и центруем здесь и центруем здесь. Вот. Вот теперь у нас получилось видно все три. То есть у нас есть зона под обрез, у нас есть сама монтажная область и безопасная зона. А выровнять по монтажной области где находится? Вот здесь вот. Либо по выделенной, то есть друг с другом можно, а по ключевому объекту, то есть тот, который был первым, и выровнять по монтажной области можно выбрать. Теперь смотрите, нам нужно второй прямоугольник создать. Мы можем просто взять сальто и сделать копию. У меня не выравнивается по монтажной области, у меня чуть-чуть не то. Ну, откройте, посмотрим. Откройте, посмотрим. Так. Вот. Вот один прямоугольник, вот второй. Их оба выделила. Нажимаю выделить по монтажной, выровнять по монтажной области. Ничего не меняется. Нет, ничего не меняется. Вам же надо нажать, как вы будете выравнивать. Там же миллион наверху у вас. По центру, по боку, как вы будете. Вот, нажимайте. Вот, теперь горизонтально. А, еще на эти нажать нужно было. Ага. Он же не знает, как вам надо выровнять. Вы выровнять можете по правому листу, по верхнему, по нижнему, посередине. Поэтому вы должны команду задать, конечно. Это вы выбрали режим, где вы будете, почему вы будете выравнивать, а как вы будете выравнивать, вот кнопки вот эти нам показывают. короче говоря, после того, как вы выровняли с альтом, мы скопировали и нам надо шифтом выделить этот и этот. Теперь можно здесь выделять, чтобы тут не запутаться, где какой. Лучше выделять здесь на картинке. Вот оба смотрите, оба выделились. Опять проверяете, чтобы у вас было по монтажной области и снова выделяем, выбираем и они у нас выравнились. Выравнились. Вот. И теперь мы фон можем с вами заблокировать. Все. Мы подготовили нашу историю для работы и все. И теперь можете сохранить этот шаблон, написать, что это шаблон для буклета и использовать его потом. Извините, Владимир, а у меня что-то не получилось. Ну, откройте, посмотрим, разберемся, что у вас не так. Ну, вы посмотрите, у вас выделен один квадрат от списка. Да, вот вместе и куда? Ну, куда? Ну, по центру, наверное. Центру. Ну, нажимайте. Ну, Ничего не меняется. А, ну, вы откройте режим, какой у вас выбран. Режим чего? А, вы сейчас свое выделение сняли, теперь ничего уже не будет. Монтажная область. В принципе, все правильно у вас. Еще раз выделяйте прямоугольники. Ну, попробуйте отодвиньте влево. Нет, нет, вы влево прямоугольник отодвиньте, я посмотрю, у вас похожий размер прямоугольника неправильный. размер какой-то большой. Отодвиньте его, выделите один прямоугольник, отодвиньте, вот, все, отпустите, вот, два там опять, один я попросил. А, извините. Вот, смотрите размер его, выделите его, размер какой написан. Доседине у нас 13 на 206 и вот здесь понятно. Спасибо. Поэтому они у вас отцентровались, просто размер у вас не тот прямоугольник, и поэтому получилось не так. Будьте внимательны, и все будет хорошо. Следующий момент. Владимир, у меня он выравнивается по первой монтажной области. Когда я второе сделала, выделила вторые прямоугольники, он у меня почему-то со второй монтажной области перебегает на первую. Давайте посмотрим, откройте. У меня тоже так было. А потом я его засунула в монтажную область вторую, и там уже сделала. Да. Вот, что еще раз мне нужно сделать? Вот, у меня сейчас выделены вот эти два прямоугольника, которые правые. Я их нажала выровнять по монтажной области. Вот, они у меня отцентровались, но тем не менее, когда я, допустим, делаю сюда, он у меня убегает в сторону. Что мне с ним нужно сделать? Сдвиньте тоже влево и вправо вернее, вправо оба. Сдвигайте сначала один, потом второй. А если то монтаж те поставить на замок? Это не хочет? Возможно. Ну, а это же у вас там ничего нету, поэтому не хочет. Это у вас монтажная область. У вас один прямоугольник, а где ищите тот? Вот вы отодвиньте этот вверх и вправо. Двигайте. Вот. Теперь этот. Вот. Теперь те на замок поставьте, которые у вас отцентрованы. Вот. Теперь эти два выделяйте. Оба. Ну, и все отцентруйте. отцентруйте. Вот. Поэтому поскольку помучились, маленько помучились, возьмите его, сохраните и напишите, что это шаблон. Владимир, я сейчас сделала так же, как вы сказали, у меня так же убегал прямоугольник в другую сторону, но у меня не работает, он так же центруется к первому. Ну, откройте, будем смотреть, что у вас не получается, почему. Вот я центровал, ну, передвинула сюда вот эти два. у меня стоит монтаж на области, но когда я по центру ставлю, мне все равно сюда. Вот. Вот так вот. Смотрите, ну, вы попробуйте так же сделать их рядом. А я рядом тоже пробовала, он уходит вот сюда. Нет, вы поставьте их сейчас рядом. Нет, нет, в списке. вы же знаете, что, смотрите, сейчас объясню. Вы же знаете, что здесь так же. Так. попробуйте выделить монтажную область вот эту правую. Вот это? Инструмент монтажную область, да, инструмент монтажную область, возьмите и выделите его. А сейчас выделено? Да, у вас, видите, монтажную область выделилась. Угу. Щелкните по ней два раза. Посмотрим, что там написано у вас. Ну, все окей, ладно. пробуйте сейчас центровать. А посмотрите, у вас там по монтажной области стоит? Да. Выделите прямоугольники оба. Откройте. монтажная область. Да, ну, сейчас пробуйте. Лучше. Все. Все, спасибо. минуту. Итак, после того, как намучились с монтажными областями, сохраняйте себе как шаблон, чтобы потом больше не мучиться и напишите, что это шаблон для буклета. Вот. И он, в принципе, вам подойдет не только для буклета, но и для любой листовки того же меню, то есть формата А4, который вы будете делать, вот, какое-то меню для кафе, какая-то листовка, либо двойной буклет, который вы можете в два сложить, то есть А4, если мы в два складываем, получаем А5 формат, да, то есть книжечку такую буклетик двойной. Вот, не тройной, а двойной. Поэтому можете себе сохранить и все им пользоваться. А этот, этот сохранить как и уже назвать его как буклет учебный, да, или как-то мы его назовем, я еще не придумал, что мы будем сейчас делать, поэтому походу сейчас будем на буклету балкнуть. Итак, следующий момент, который мы еще с вами сделали, это мы не подготовили, давайте сразу разберемся, как сохранять. То есть какие настройки для сохранения. Ну, во-первых, пометьте себе где-нибудь, чтобы вы потом не забыли, когда вы будете делать уже самостоятельно для заказчика, для себя, вот, что нужно сделать. Нам нужно все обводки, которые у нас будут. если мы сделаем здесь, так, слой нет, создать. Если мы здесь вот сделаем какие-то, какие-то мы сделаем объекты, нарисуем, то прежде чем их сохранять для печати, они тоже вот в таком виде не годятся. Обязательно нужно зайти, то есть выделить все, так, это у меня прямоугольники, выбрать выделение, выбрать все, абсолютно все, то есть обе монтажные области, оба листа, выделяете все объекты, которые только тут будут, и вот у нас видим, что какие-то будут обводки, заходим в объект, заходим в контур, вот, и вот здесь выбрать преобразовать обводку в кривые, вот так, чтобы обводка стала у нас объектом, то есть вот у ней чтобы не осталось и она у нас была в качестве кривых. Мы сейчас тоже это делаем? Нет, я вам сейчас говорю, вы где-то можете себе записывайте, что как сохранять ваши буклеты, что нужно обязательно делать перед передачей в все объекты должны быть преобразованы в кривые? Да, то есть мы заходим, выделяем все объекты и заходим контур и выбираем здесь преобразовать обводку в кривые. Это мы делаем обязательно. Дальше, если у нас есть какие-то тексты, мы тоже самое, мы их не можем отдавать в печать как текст. вот в таком виде мы их не можем отдавать. Мы тоже открываем текст и преобразовать в кривые. Это делаем обязательно, чтобы у нас текст выглядел вот так, как группа с буквами. И буквы это уже не буквы, это уже картинки, которые можно редактировать точками и переписать уже их невозможно. Вот. Вот это мы тоже делаем обязательно всегда. То есть вот этот момент будьте любезны себе запомнить. Это обязательно. Все, после того, как мы это сделали, следующий момент, как мы сохраняем. Мы заходим в файл. Сохранить. выбираем название, куда мы сохраняем. Adobe Illustrator и сохранить. Вот здесь вот очень важно. Мы берем, мы берем создать PDF совместимый так, так, так. Окей. Чувак, где он у нас? Куда он? Где-то неправильно сохраниться. Сохранить, сохранить. Как? Сохранить. как? Вот здесь вот мы выбираем не Illustrator, а мы Adobe PDF выбираем. PDF выбираем. Вот. Дальше сохранить. Вот. И вот здесь вот уже мы делаем настройки. Вот сейчас у нас тут стоит установки Illustrator по умолчанию. открываем и выбираем обязательно высококачественная печать. Это мы здесь обязательно меняем. Все остальное мы оставляем по умолчанию и сохраняем как PDF файл. Вот этот вот PDF файл, вот он сохранился. вот так он будет выглядеть. Вот у нас тут будет две страницы. Вот одна страница, вот пустая вторая страница. Вот вот в таком формате вот это уже пригодно для печати. Вот это уже у вас будет файл, который вы А если мы допустим не преобразовали в кривые, просто его экспортировали как JPEG и будут делать работники типографии, либо вам вернут файл и скажут он непригоден для печати доработать. Вот так обычно это происходит. Если вы так его не подготовите, у вас его не примут в печать. Вот это все не настроите, все, значит вам его вернут скажут в файл и либо напечатают как напечатается и напечатается у вас все косячно. и вам директор скажет вы что отдали в печать не подготовили документы. все у вас будут проблемы вам денег за работу могут не заплатить и прочее прочее всякое такое вот ну как правило если типография небольшая у них там есть человек который может за какую-то дополнительную оплату вам доностроить все потому что ничего сложного там уже нет тем более у них шаблон они откроют шаблон перекинут конвертнут сохранят и отдали в печать денежку возьмут дополнительно за настройку вот как правило так ну а так обычно возвращают файл пришел а не раз его он не годится машинка пишет там некорректно там некорректно там некорректно не видит ничего не читается и все вам возвращаем итак идем дальше следующий момент который нам нужен для работы нам нужно с вами разлиновать это хозяйство вот для этого мы что делаем мы включаем линейки заходим в просмотр находим линейки и включаем показать линейки вот теперь у нас тут есть мы что знаем 297 на 210 да у нас то есть 0 у нас как раз идет по началу вот этому листу вот и соответственно ну 297 это 300 да поэтому ну можно грубо говоря так три по одному миллиметру еще убрать а сетку нельзя сразу применить ну можно сетку можно в принципе но сетка нам что надо сетка нам особо ничего не даст нам то нужно разделить наш лист берем вот сбоку здесь берем направляющий и ставим ее на 100 одну на 200 второе вот то есть у нас здесь 100 здесь 100 здесь 100 и соответственно извините Владимир а как вы в какой вкладке вы открыли линейку в окне или в окне нет просмотре у нас линейки и здесь будет показать линейки дальше берем здесь так тут смотрим у нас вот 402 раз тут у нас 302 деление да тут 402 здесь 502 вот вот мы разделили буклет на те части которые у нас будут дальше дальше нам нужно пронумеровать пронумеровать то есть смотрите давайте еще раз вернемся так я что куда дел давайте вернемся к буклету и посмотрим как он складывается так стандартный найдем какой-нибудь вот давайте найдем значит смотрите у нас получается первая сторона первая сторона первая сторона вот это это вот ну пусть на этой будет да давайте сделаем текст пока напишу это первая у нас текст 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 вверх низ так это у нас первая обложка дальше вторая страница это будет вот это третья это это тоже надо обязательно делать чтобы не запутаться вам где какой материал вы будете располагать дальше четвертая четвертая дальше вот это вот будет у нас пятая и вот это у нас будет шестая вот вот такой порядок у нас страниц пронумеровали чтобы нам не забыть и получаем что вот это страница и вот это и вот это первая шестая это у нас обложки то есть это у нас титульная сторона а это у нас задняя сторона это у нас находится внутри внутри то есть когда четвертая сюда завернется там будет у нас пятая то есть четвертая и пятая у нас первая у нас и вторая шестая у нас и третья то есть это у нас будет вот таким образом располагаться картинки текст по порядку вот по такому порядку у нас будет и разворачиваться наш буклет. Вот эта сторона разворотная. Здесь можно рисовать полностью на всю страницу. Потому что ее читатель развернет и она будет вся целиком перед нами. А вот эту мы не можем целиком рисовать. Потому что здесь у нас будет титульный лист. Здесь у нас будет задний лист. А это будет вообще внутри находиться. То есть будет вторая страница видна и пятая. Когда будет вот здесь закрыто по этой линии, то у нас будет вторая, пятая. Вот. Поэтому вот это обязательно нужно тоже себе написать и тоже в шаблоне, чтобы у вас это было, чтобы каждый раз вам не сидеть, не вспоминать, где какая будет страница, где какая будет что. И теперь... Получается, первая титульная, правильно, а шестая самая последняя задняя. Да. Да. Шестая это последняя страничка, которая будет, когда он весь свернутый будет, сверху будет первая, когда он весь соберется, книжку, раскладушку соберется, будет одна у нас, вот такая у нас одна часть будет, когда он сложится, то сверху будет первая, а с другой стороны будет шестая страница. И таким образом он будет у нас выглядели, когда будет сложен. Вот. Поэтому из этого расчета мы будем все это делать. Ну и теперь, теперь еще один момент, который обязательно нам тоже нужно сделать, прежде чем мы начнем работу, это ограничить ограничить те места, куда мы не будем с вами заходить с шрифтами. То есть, где мы писать с вами не будем. Это вот здесь, вот здесь, вот здесь, 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 здесь здесь мы это на глаз додиан желательно конечно одинаково делать ну я на глаз а сколько примерно это здесь вот у нас линейка есть сколько тут если вот здесь 50 ну считайте раз-два-три деления лет согнула и что-то у меня не получается 4 я прям листок согнула сижу на него смотрю вот нет я листок согнула по вашим цифрам и мне не получается я вам не покажу вот смотрите вот листок он у меня на три части свернут число так складываем два внутрь один наружу так считаем 1 значит это вот он как у нас один дальше открываем 2 как у вас потом переворачиваем да мы переворачиваем вы открыли у вас идет 234 на одной стороне никуда не переворачиваем а а это внутри что ли внутри а господи я сейчас подпишу три подписал нет я хочу наглядно чтобы я понял чтобы я видела это так это значит 234 а потом 56 так пока я перевернул один до 56 точно хорошо потому что пока это не представишь пространстве это нифига не работает я это помню из урока на чуть-чуть куплетов никогда не видела постоянно ну вот они разворачиваются 1234 они внутри там владимир говорит можно единую картинку сделать ну да так бывает единица там как правило оглавление на шестерке идет адреса там и так далее а пятое что-то типа какого-то предисловия вот покажу вот наши студенты делали не знаю камеру видно вам будет может обрезать вот смотрите вот он буклетик мы не видим пока она не представишь ничего не понятно вот смотрите вот мы его разворачиваем буклет новым мы не видим владимир вы включить чтобы мы тоже видели что смотрите и этого не включили мы пока смотрим на вашу страницу иллюстратора с циферками а так теперь мы видим вас на здесь экрана и там кажется кусочек еще маша у нас есть ой я вот смотрите вот он буклетик вот он буклетик вот первая сторона вот первое вот график вот график дизайн вот это первое разворачиваем вот это вторая потом идет третье камера обрезает потом третье четвертое потом вот она мы закрываем 5 вот это 5 и потом закрываем вот она шестая последняя пропадает все понятно я нарисовал вот шестая вот это первое вот это шестая последняя страница вот она но все как мы нарисовали так и есть кину потом у меня ребенок телефон тащил да вы потом уже вот эту нарисуете у вас у всех будет потом напечатаете себе на принтере и сложите будет у вас все хорошо и так идем дальше определились зоны где писать нельзя здесь в принципе можно если вы будете весь лист использовать если вы будете работать по частям каждую часть будете рисовать здесь то соответственно у вас тоже будут зоны вот эти работать где писать нельзя потому что очень часто почему не знаю но студенты ну вот пишут начинает текст писать какой-то ну вот так например писать возьмем какие-нибудь новости берут вот это вот все дело вставляют куда-то вот сюда так так ну control вставить большой слишком текст вот и вот вот здесь начинает писать потом очень удачно выбрали текст который какой-нибудь а может быть и хорошо что он какой вот ну пусть до конца что делал вот ну пусть до конца что делал вот и вот могут текст поставить вот выше вот сюда вот сюда могут написать вот так прям даже могут написать вот чтобы у вас вот этого не было вот так могут написать в самый низ поставить, почему тоже непонятно чтобы у вас этого не было вот мы с вами разлиновали пожалуйста, будьте добры этим пользоваться никогда не залазить, если вот есть разлиновка, вы хотите вот ставьте вот так и смотрите раз у вас здесь уже слово не входит будьте добры, его вот здесь где-то перенесите не делайте так, чтобы оно у вас залазило вот на эти края если Украина вот не влазит сюда не оставляйте его, не делайте так, обязательно его отсюда убирайте обязательно за этим следите чтобы у вас текст не налазил никуда лишнего вот за эти ограничения это будет вам хорошим таким подспорьем а еще лучше вы можете выделить весь текст весь текст и выбрать ему так, так, так а что здесь блока нету что ли абзац а вот есть вот вы можете выбрать блочный абзац и тогда он у вас будет формироваться именно вот так и переносится там где вам надо вот вот этот момент достаточно серьезно за этим следите чтобы у вас текст он может быть везде он может быть в середине вот тут он может быть внизу вот тут но он не может заходить вот за эти вот ограничения это свободная зона свободная зона и из-за нее вы не можете графически вы можете здесь что-то рисовать незначительное то, что не влияет то, что является фоном сейчас мы будем рассматривать с этим работать но все остальное вы ничего на этом не делаете итак файл сохраняем сохраняем что у меня безымян я его даже не обозвал никак и теперь наша задача определиться что же мы будем делать здесь в этом буклете давайте мы возьмем какой-нибудь продукт продукт какой-нибудь продукт возьмем не знаю какой-нибудь найдем что-нибудь что сейчас самое популярное вот они нам предлагают а нельзя на свою да там тему допустим я буду на работу это домашняя у вас работа будет на свою тему это будет у вас экзамен можно это будет у вас экзаменационная экзаменационная или курсовая 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 подождите мы будем два буклета делать один который сейчас на практике и один домашка так да один который вместе сейчас будем на котором будем все отрабатывать давайте какую-нибудь косметику возьмем посмотрим что у нас косметики или какой-нибудь о о хорошая штучка стильная по цвету приятная мягкая вот у нас есть например заказчик который говорит мы торгуем вот палетка теней палетка теней вот не очень конечно но ладно вот у нас есть у нас есть раз два три четыре пять картинок уже хорошо почти на каждую у нас есть вот картинки у нас есть фирменный стиль то есть у нас есть название компании какой-то кудвуд вот у нас есть фирменные цвета мы видим тут вот у нас тут даже шрифты тексты есть у нас есть как они называются призывы да то есть у нас в принципе все разработано нам нужно только разработать вот это все и сделать для буклета то есть нам нужно скомпоновать это все так чтобы это было для буклета вот эта вот композиция нам подойдет для разворота но поскольку она квадратная конечно вся она нам не подойдет и нам придется ее переработать поэтому давайте мы что сделаем мы так она будет открываться да давайте мы скопируем эти картинки так копировать картинку откроем фотошоп чтобы нам все это в одном месте где-то сохранить может быть где-то что-то будем вырезать пользоваться этими картинками может быть другие возьмем картинки если эти будут нам маленькие для печати не подойдут вот она тысячу на тысячу видите 72 она уже нам маленькая она уже нам не очень для печати вот мы ее сюда скинули раз дальше я для референсов я пользуюсь вообще так вот это копировать я вам сейчас скину это все вставить дальше копировать 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 редактирование редактирование вставить то есть мы проводим какую работу то есть мы собираем материал для работы то есть мы Следующая, копировать, здесь вставить, можно Ctrl-V. Вставить и последнее. Вставить, теперь файл сохранить. И напишем референсы. Сейчас вам скину его, а вы себе можете потом в папку их все. И можно также скинуть на WhatsApp, пожалуйста. Да. Спасибо. Спасибо. Правда. Спасибо. Сейчас я чувствую только подготовительный... Уже у нас с вами, да, следующий урок? Да, да. Уже потом будем доканчивать. Так. Есть. Здесь есть. Теперь сюда. WhatsApp быстрее ушло, чем Teams. Есть. Скачивайте себе. Я вам покажу программу, которой я пользуюсь для референсов. Очень удобная программа. Называется она Пуры. Извините, Владимир, на WhatsApp так и не пришло. Может, вы ошиблись. Так грузится, наверное. Как я ошибся? У меня ушло, у меня отправилось. У вас еще не загрузилось. Смотрите, у вас... О, я не туда отправил, да. Да, я про это. Так, 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 так. Это не то. Ох, это надо удалить. Менеджером отправили. Ну, пусть позанимается. Ну, да. Конечно. 313 же, правильно? Да, да. Гадает, 313. Просто мне было открыто 313, я и думал. А тут мне менеджеры написали. И я так правильно... Да. Все. Ушло. Так, 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 так. Экран видно, да? Итак, покажу программу, которую я пользуюсь. Вот такая программа. Вот так она выглядит. Ее можно делать маленькую, большую, какую угодно. И ее можно передвигать в любое место. Делать совсем маленькое, чем удобно. Вот. И, соответственно, с ней работать. То есть, как она работает, эта программа? Она достаточно легко работает. То есть, не надо ничего скачивать. Оно ничего не скачивается. Просто берется картинка и сюда перетаскивается. И она моментально здесь открывается. Эта картинка. Вот, я могу их накидать все сюда. Очень удобная программа для референсов. Вот. Теперь я могу их все выделить. И нажимаем. И она мне автоматически их разложит. Все. Здесь я могу приближаться, увеличивать их полностью. Полностью. Какую мне надо картинку посмотреть. На весь экран могу. Вот. Я могу выделить в любое место, перетащить. Могу какую-то... Владимир, а как называется программка? Пур-РФ. Она бесплатная. Вот. Но очень удобная в том плане, что... Вы можете и так их расположить, и так, и так. Например, можно скомпоновать. Здесь картинки такие. Здесь такие. Здесь, например, эти две. Здесь... Пур-РФ. Пур-РФ. Вот. То есть, очень удобно. Они не скачиваются. То есть, они как бы здесь находятся в программе. Если нужно их скачать, то потом можно их скачать. Вот. Все. И вот мы здесь можем смотреть каждую картинку. То есть, колесиком я просто кручу, увеличиваю, на картинку нажимаю. И все. Если я два раза щелкну по картинку, она так откроется. Вот. То есть, два раза щелкаю, она открывается на весь экран. И снова колесиком я ее уменьшаю. И, соответственно, я, например, вот сделаю маленькую ее. Сделаю маленькую, открою фотошоп. Она у меня все равно будет здесь. И я могу здесь ее поставить в фотошопе. Сюда, сюда, сюда. В любое место. И в любой момент, когда мне надо посмотреть, я могу увеличить. И, соответственно, посмотреть какой-то момент, который мне надо. Или прочитать мне надо. Вот. Или сделать скриншот мне надо. Вот я, например, могу здесь взять какой-то фрагмент, здесь скриншотик себе сделать. Вот. Ну, вот. Владимир, вы можете иконку показать этой программе? Потому что я вот ее не могу найти. Да, я вам сейчас напишу. Угу. Так. Сюда. Так. Всего института. Тут. Эй концерт. Сейчас я вам ссылку скину на нее. Вот. Кользуйтесь вам. Все дизайнеры, все художники, ну не все, а в большинстве своем случаем используют эту программу. Особенно 3D графика, 2D график как-то занимается. Вот. В игровом дизайне, потому что очень много нужно референсов. Это ведь удобно в каком плане, что компактно. Компактно. И соответственно ее можно вот маленькую-маленькую сделать и хоть тысячу тут набрать иконок. И они все будут перед глазами. То есть вот сотню тысячу. Я вот у ребят, когда веду историю искусства, я тоже этой программой пользуюсь. Очень удобно. Очень удобно. Сейчас покажу вам. Девушки отдыхают. Да, у меня история искусства. То есть вот я открываю. И у меня весь урок. Вот они все-все-все иллюстрации. Я, допустим, рассказываю вот про эту картинку. Я ее делаю на весь экран. Вот так открываю этот перерыв на весь экран. И мне очень удобно. Я ее вот открыл. Расшелкнул, открыл. Она открылась. Следующую картинку рассматриваем. Я ее раз открыл. Следующую я ее раз открыл. Могу щелкнуть, она встанет. Следующую могу щелкнуть, она встанет. И вот так очень удобно. И весь пул, он перед глазами. Все здесь подписано. Можно делать пометки какие-то, подписи. И, соответственно, здесь вот это вот. То есть, программа шикарная. Для работы очень удобная. То есть, вы можете миллион сюда картинок. Видите, они много места не занимают. Они все у вас здесь вмещаются. Вот. Хоть еще. Вот, смотрите, какое пространство. Сколько еще таких можно сюда напихать. Вот. И ничего не зависит. Ничего не зависит. И ничего не пропадет. Вот. Поэтому пользуйтесь. Очень хорошая программа. И вот мы, допустим, открываем. И она у нас здесь. Два раза щелкнули, она открылась у меня. Здесь. Ну ладно. Сейчас пока. Мне это не надо. Сейф. И назову ее. Рефер. Это что, тени для глаз, да? И вот она вот так сохраняется. Иконочка реф и тени. Все, надо мне. Я ее нажимаю. Она сразу же открылась. Вот. Если мне надо скачать какую-то картину. Правой кнопкой. Сев. Сев. Экспорт. Вот. И Select и Mate, которая выделена. И она сохранит мне ее на компьютер. А так она здесь все находится в этой программе. Я так подозреваю, что это облако. Облако. И она в облаке где-то в интернете. Не знаю. А может и на компьютере. Не знаю. Короче, она не скачивается на компьютер. Она здесь. А вот когда надо скачать, она скачивается отсюда в компьютер. Ладно. Все. Поедем дальше мы. Здесь я сделаю нечто подобное. Нечто подобное. Но чтобы у меня это все работало. Так. Сколько же у меня тут? Раз. Два. Три. Так. Девять штук. Девять штук. Ну ладно. Пусть вы не можете так выключить все. Итак. Начнем мы с чего? Начнем мы с того, что мы разберемся, что у нас будет на первой картине. Что мы здесь видим? Мы здесь не понимаем, что это такое. Конфеты это. Краска это. Или что. То есть мы видим название, да. Но мы не можем так понять. Мы можем только чуть-чуть догадаться. Самые трендовые цвета. Теплые, холодные оттенки для любого цвета кожи. Ничего не понятно. Дело в том, что здесь-то, здесь-то. Здесь-то мы можем понять, почему. Потому что здесь подписано, что тени для век. Палетка теней. Вот тут первая картинка. А вот это уже она не первая картинка. Вот. А вот тут-то вот как раз название есть. Есть сколько оттенков. Тут даже есть цена у нас. Все-то. Все, что нам надо. Здесь есть. Вот. И мы можем сделать свою собственную разработку. Потому что нам вот эта квадратная, она не подойдет. Она не подойдет. Вот. Но поскольку у нас есть вот эти картинки, которые мы можем использовать. Вот эти картинки. Мы можем использовать. То мы, соответственно, можем взять. Ну, наверное, вот эту картинку так и возьмем. То есть за основу возьмем вот этот дизайн. Вот эту картинку. Поскольку у нас фирменные цвета есть. То и оформление мы будем делать тоже такое же. Но поскольку картинка нам сама не подает. То мы будем здесь думать, как нам это сделать. Давайте мы сделаем таким образом. Поскольку у нас цветовая гамма известна. Ну, мы вот отсюда и начнем дизайн и разрабатывать. Мы за основу возьмем текст. Да? Текст. Определим пятно текста. Вот. У нас будет светлая такая кремово-кофейная история. И поскольку она будет у нас. То мы можем, в принципе, взять и сделать здесь градиент. Причем градиент мы можем сделать сложным. Сложным. Мы можем взять вот эти вот оттенки. Вот эти вот оттенки. И из них создать градиент. Вот как, в принципе, здесь-то, собственно, и сделано. Давайте попробуем так и сделать. Давайте скопируем вот эту картинку. Вот эту картинку. Скопируем ее. Так. Выделить все. Редактирование копировать. И перенесем ее сюда. Вот. Она у нас новым слоем стала. Очень даже хорошо. Кстати, неплохая по размеру картинка. Для буклета она подойдет. Но просто по композиции не очень хорошо. Поэтому, может быть, будем другое делать. И вот теперь мы можем здесь сделать фон. Ну, давайте фон использовать тот четырехугольник, который у нас здесь есть маленький. Вот этот. Вот его мы и будем использовать. На эти мы поставим замки, чтобы они у нас не подвинулись никуда. А на этот мы сделаем градиент. Градиент. Выбираем градиент. И чуть-чуть его поднастроим. Первый светлый цвет. Берем пипетку. И берем этот желтный цвет. Последний темный. Но сильно темный брать не будем. Наверное, вот этот возьмем. Дальше добавим еще один. И возьмем его вот отсюда. Добавим еще один. Так, мы какой взяли? Вот этот. Теперь вот этот, наверное. Вот этот. И вот этот возьмем. Вот этот, наверное, лишний. И этот лишний. Или вот этот лишний темный. Да. Вот этот. И все-таки на одного измена. Ну, так пусть будет. Пусть будет так. 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 Ну, так пусть будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Этот прямоугольник и пипеткой скопируем с этого. Но направление у него другое. А мы давайте его развернем в другую сторону. Вот так сделаем симметрию. Обязательно время от времени сохраняйте. И теперь, поскольку у нас есть текст... Текст у нас где находится? Здесь. Мы можем взять и написать. Вот шрифты-то как раз у нас будут темными, также коричневыми. Мы потом сможем с вами посмотреть, если нам кажется, что вот это темное, то мы выделяем прямоугольник, например, наш. И поскольку у нас цвет под ним белый, мы можем уменьшать его прозрачность. И соответственно градиент делать едва, 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 едва. То есть настраивать так, как нам заблагорассудится. Но пока пусть будет так. Там будет видно. Что мы там еще придумаем. Итак, единичку я беру, поскольку это шаблон, убираю вверх. Чтобы мне здесь не мешало это все. Цифры я все равно оставляю. Чтобы мне потом не запутаться, где у меня какой будет страничка. И начинаем работать вот здесь. Еще раз посмотрим на наш референс. Мне не очень вот это нравится. Мне нравится вот этот наклон. И соответственно, динамика, которая у нас вот здесь есть. Если мы создадим и продолжим эту динамику, палетка теней вот сюда, то будет гораздо поинтереснее по композиции. Потому что у нас композиция-то вот, она, собственно говоря, вот так обрезана. У нас только вот эта часть входит. И поэтому мы так и сделаем. Мы так и сделаем. Вот. Мы возьмем этот рисунок, найдем. Выделим его. Вот он. Выделим его. Загрузим выделенную область. Чтобы нам не выделять, редактирование копировать. Заходим сюда и редактирование вставить. Это очень большая картинка. Очень большая картинка. Мы можем ее чуть-чуть уменьшить. С шифтом, чтобы не потерялась композиция. Посмотрим, сколько места она у нас будет занимать. Вернее, вот здесь, на первую сторону. Это очень много. Вот так. Вот так у нас будет примерно занимать наша картинка. Здесь у нас место останется для вот этого вот. Для 12 популярных оттенков у нас место останется. Внизу. Здесь у нас будет надпись. Надпись будет вот здесь. Все равно большая для такой. Вот так. Здесь у нас будет надпись. А здесь у нас останется место для девушки. Теперь наша задача сделать выделение. Вырезать эту картинку. Потому что здесь мы не можем как в фотошопе действовать. Здесь мы можем только вырезать маской. Поэтому смотрим. Ага. Для вот этой вот страницы. То есть для каждой страницы мы будем с вами делать отдельный слой. Чтобы нам потом не запутаться. И под каждую страничку слой номер один, например. Создаю слой номер один. Так, этот слой два у нас что, направляющий? Чтобы он у нас не конфликтовал с названиями наших листов. Фон закрепляем. Направляющие и цифры. Ну и пусть они тут будут. Слой один. Так, это у нас референсы. Референсы. Референсы пишем. И вот это у нас будет слой один. Первый лист. Все. И вот теперь мы это изображение отсюда из референса перекидываем сюда. Все. Оно у нас на месте. Референсы можем пока тоже закрыть. Направляющие закрыть, чтобы не сдвигались. Случайно мы их не видели. Вот. Градиент пока тоже закрыть. Чтобы не мешался. И теперь мы спокойненько начинаем работать. Выделяем наш лист. Берем перо. Так. Посмотрим, что у нас. Черный цвет. Цвет вообще всякий уберем пока. Чтобы не мешало нам обводить. Выбираем перо. То есть у нас ни обводки, ни заливки. Ничего нет. Ну и соответственно, можем чуть-чуть выделить. И обводим аккуратненько нашу картиночку. Картиночку. Вот у нас появился контур. Давайте сделаем ему заливку теперь. Можно сделать белую, например. Смотрим. Да, у нас нигде ничего не торчит. Все хорошо. Теперь выделяем их. Заходим в объект. И обтравочная маска. Создать. Все. У нас создалась группа, которая нам вырезала. И теперь мы эту группу можем масштабировать спокойно. Вот. И работать с ней уже как с картинкой. Мы можем картинку не обязательно. То есть для картинки вот это не обязательно. Тем более. Хотя, хотя лучше будет, если мы не сильно будем здесь злоупотреблять. Потому что текст у нас будет вот здесь. Вот здесь. Так, еще раз. Как он у нас? Палетка теней. Палетка теней. А тут тени для век. Нодовый тон. 12 матовых оттенков. Для макияжа глаз. Вот. Даже не знаю. Ну, скажите мне, пожалуйста, палетка теней – это понятное название для? Конечно. Да? Потому что я-то не в курсе. Вот. Ну, хорошо. Тогда так и напишем. А что это палетка? Адемир, поскрыть и быстренько еще раз. Мы сделали контур и нажали. Вчера были на уроке? Да. Я просто выделяла. Только. Правда, этот. Мы обвели. Мы обвели картинку. Да. Обвели картинку. Потом выделили. Она у нас сверху находится. Выделили ее. И шифтом выделили картинку, которая под ней. Заходим в объект. Обтравочная маска. И обтравочная маска. Да. Все. И она нам обрезала все лишнее. То есть, так же, как мы маску в фотошопе делаем. Только в фотошопе там несколько способов сделать маску. А здесь, ну, вот только так. Мы можем использовать какие-то фигуры. Можем нарисовать эту маску. Ну, по-другому вырезать у нас здесь не получится, потому что это векторный формат. Итак, здесь мы берем текст. Мы берем текст. 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 Вот он у нас текст. Выбираем для него шрифт. Шрифт. Шрифт выбираем. Простой. Простой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Простой. Я выберу вот в центре готик. Наверное. Палетка теней. И пишем. Для названия стиль болт у меня стоит. Ну, хотя он не сильно. Т-большой. И я ее. И цвет. Цвет у этого шрифта. Мы возьмем вот этот. Или вот этот. То есть мы сейчас посмотрим, какой будет лучше. Или вот этот, или вот этот. Так. Шрифт. 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 Где у нас текст. Шрифт. Символ. Дальше что-то еще у нас. Руки треп. Не надо. Шрифт. Так, ладно. Здесь в новом, похоже, они все вынесли сюда же. Поэтому мы берем, берем вот это. Вот это не работает. Где у нас отмена. берем пипетку. И берем вот этот. И вот этот. Нет, вот этот лучше. Этот лучше. И берем его. Теперь мы его разворачиваем. И делаем четко по направлению нашей коробочки. Поскольку нам залазить вот за эту нельзя, то мы поменяем, во-первых, зиму вот так. здесь выровняем по вот этой. соответственно здесь тоже. Чуть воздуху здесь оставим все же. И я думаю, что здесь можно было бы каким-то градиентом еще и поиграть чуть-чуть. Чуть-чуть можно будет. Давайте, наверное, так и сделаем. Мы сделаем новую фигуру. Новую фигуру. Вот. О, да. Мы сделаем новую фигуру. Новую фигуру. Новую фигуру. Эту точку выровняем. Новую фигуру. Новую фигуру. Новую фигуру. Так. Так. Пока так, потом посмотрим. Потом посмотрим. Следующий момент, который будем мы использовать, это девушка нам нужна, нам нужна девушка, девушка нам нужна небольшая, небольшая, которая у нас поместится вот сюда. Для этого она может эту взять девушку. Что-то мне не очень эта девушка нравится. Можно быть... Смотрит она то, что в другую сторону мы можем... Так. Так. Посмотрим, какие у нас девушки есть. Ну вот, либо с темными волосами, либо с светлыми нам тоже, в принципе, подойдет под такой макияж, я думаю. То есть палитра у нас достаточно хорошая. И поскольку у нас темный шрифт, я думаю, что светлые волосы будут предпочтительнее в этой истории. Сейчас еще посмотрим, что у нас на глаза скажет. Так. 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 Такие варианты больше нравится для такой истории, чем просто девушка. Потому что тут непонятно, то ли она по телефону звонит, то ли она что, то ли она звонки принимает, то ли что. Про глаза тут история-то не очень понятно. Но вот здесь-то вот как раз глаза у нас. Так. Посмотрим вот эту. Посмотрим. Вот эта история неплохая. О, и размер. И смотрим вот этот вопрос. Это бы не так兩 Ded. Продолжение следует... Продолжение следует... Можем тоже вот так наклонить. Сделать кисточку по направлению нашей динамики. Мы с вами уже знаем из композиции, что диагональные композиции более динамичные. Они будут лучше нам... Единственное, вот это рука. Рука, ну может не... Так, выведем ее за край. Вот так. Там что-нибудь придумаем. Ага, вот здесь еще. Ага. 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 Ну да, вот так, чтобы вот здесь у нас четко было. И вот здесь. Здесь мы потом подрисуем, если вдруг что. Все. Все. Теперь нам надо положить ее за... Буквы. Вот так. И будем делать ей маску. Будем делать ей маску. Маску будем делать... Так, сейчас мы сделаем непрозрачность чуть-чуть. Чтобы нам было видно. И мы потом нарезаем штуку. Вот так. Где обрезать будем. И начинаем. Выделение снимаем. лишние слои закроем я бы пропустила вы нам фотографии не скидывали это надо вам вы можете свою девочку взять ну хотите я вам скину я просто ее не сохранил мы свое возьмем владимир у меня вопрос тогда по поводу домашнего задания вы говорите что мы начинаем делать уже потихоньку курсовую нам тогда с этим гиплетом как быть мы его доделываем или мы свой начинаем или мы на этом это у нас с вами классная работа мы на этом учимся тренируемся рассматриваем композицию рассматриваем цветовое решение рассматриваем все нюансы которые необходимы вам для работы но дома вы берете тему собственную любую хоть автомобили хоть самолеты хоть что хоть одежду хоть детей хоть какие-то мероприятия может концерт какой-то будете делать буклет неважно это вы свою любую тему но видите просто как бы тут время у нас 21 минута тогда хотелось бы понять что мы должны делать сделать к среде то есть какое-то вы нам техническое задание дадите до в домашней работе где вы берете делаете создаете макет делаете референс и собираете для него то есть вы определяете системой вы определяетесь что у вас будет какое будет наполнение что вы будете в качестве использовать или это будет фирма какая-то или это будет предмет как мы вот сейчас взяли какой-то да или это будет мероприятие какой-то то есть конкретно чтобы у вас была информация полная для буклет из вы должны подготовить полную информацию набрать пол картинок которые будете использовать референсы какие вы будете использовать не обязательно там с одного какого-то может быть у вас будут разные референсы разных с разных мест вот вы набираете все это дело и мы смотрим на уроки мы смотрим кто что набрал кто что будет делать я вам даю какие-то советы какие-то рекомендации и мы продолжаем работать над буклетом мы его до конца делаем так как он должен быть он для образца вам и для тренировки и для всего вот а дальше вы дома согласно вот этих вот уже навыков которые мы на уроке разберем вот и с учетом моих замечаний каких-то вы уже начинаете собирать каждую страницу каждую страницу каждую страницу потом мы по каждой странице будем говорить где все хорошо где все не очень где надо что-то поменять где надо что-то убавить где надо что-то высветлить где надо что-то затемнить подвинуть переделать и вот таким образом будем работать каждый день над вашим проектом понятно а здесь мы будем на уроке делать все вместе эту работу вы будете мне ее сдавать они не будут проверять потому что не подведите метап проверять что особо нечего вот а уже со среды мы уже там я думаю что мы в среду соберем одну то сторону точно может быть подождите мы в классе делаем вот эту работу которая с палеткой тенями идет до а дома делаем параллельно свою курсовную хорошо а в среду мы что показываем референс собираешь референсы для своей работы для своей работы референсы собирается для этой то чем мы соберем референсы на уроке уже собрали нам тут собирать уже нечего мы все собрали нам все написали у нас все сленги есть если вы делаете самостоятельно то у вас все вот эти призывы к действию всякие вот эти вот объяснялки всякие рекламные штучки это все у вас должно быть надписи которые вы будете использовать то что вы будете использовать своей работе это все вы будете владимир мы это вначале урока показывать домашний буклет да а потом дальше будем делать классную работу дальше будем буклет делать да получается первый час у нас уйдет на разбор домашний а потом что останется будем делать это следующему уроку нужно набрать референсов и примерно иметь представление о своем плите а композиции если вы соберете композицию хотя бы черновую чтобы было понимание ну цветовую хотя бы по гамме разберете вот так вот как мы сегодня общую гамму дали а теперь мы может это еще десять раз изменим вот это еще не факт что будет так это пока мы общий тон дали общую цветовую гамму выбрали которая будем делать все это хозяйство вот понятно да вопрос мы собираем рейтинг также в иллюстраторе и не там все эти призывы можете просто открыть папку и накидать туда референсов вот так сейчас покажу потом и архивом скинуть домашку да не ну да да нет не архивом нет вы просто сейчас покажу как я вот сейчас в иллюстратор не могла закинуть из photoshop картинку и мне приводить ее photoshop и потом сюда вставляй там не просто выделить нужно выделить все все картинки что ли нет ты закрываешь глаза на те которые тебе не нужно остаешься там которая тебе нужна и и вы нажимаешь выделение выделить все а потом только копируешь и вставляешь в иллюстратор покажу как копирует вот я сохраняла как jpeg потом вставляла ее можно просто перетянуть открыть photoshop и иллюстратор и просто перетянуть она хорошая вот можете вот так в папку накидать накидать потом вы берете вы берете делаете вот так скриншот сохраняете и вот это вот картинку джейпеговская сдаете в домашнюю работу